ну что выскочила все-таки успела да ну знакомься теперь ну кто тут кто тут ты не ожидала лучше тут еще кроме тебя вам пятеро но кто тут кузьма ты пойдешь знакомиться но лучше сама выбежала лучше может назад пойдешь свой домик ты смотри какая смелая к Моньке пошла это интересно это интересно кузьма новая девочка не обижать на Моню не шипела ты лучше а на Кузьму шипишь Маруся также влюбилась с первого взгляда в Моню ну а потом и с Кузьмой поладила Пуся у нас новая девочка девочка Луша потому что очень послушная вот и получилось Луша да ну знакомьтесь знакомьтесь Луша Луша что не ожидала вот так бывает да в жизни много неожиданностей Маруся идет ну-ка как отреагирует Маруся интересно куда я попала да Луша куда я попала Маруся ооо на Маруся вообще отреагировала ужас как ооо это вообще на разных котов разная реакция это вот Луша гудит или Маруся не пойму кто гудит но Луша шипела очень сильно на Маруську Луша иди-ка ты пока посиди там в комнате я понимаю что тебе там скучно но я к тебе захожу мы с тобой долгое время проводим Луша Луша Лушечка красавица не отпускает меня ни на минуту как только захожу в эту комнату сразу залезает на колени на грудь ложится целуется мурчит вот я не знаю слышно вам как это чудо мурчит да Лушечка Лушечка Луша 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 это было что-то уже у нас хороший животик да ой ой потягушки да потягушки ой 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 луша луша морфуша да вот она мурчит 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 девочка комочек счастья вычистила уши и закапала да 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 моя красавица да моя красавица у нее глазки как бусинки интересный разрез глаз практически круглая да Лушечка ой 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 луша 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 ушами еще трясет потому что видимо эти гады не все подохли ещё там Нужно в течении месяца капать каждые 5 дней, вот второй раз закапала, первый раз у Нади, второй раз уже у нас дома, да, моя красавица, да, не отпускает меня, вообще не отпускает, надо идти делами заниматься, а она вот улеглась и лежит, мурчит здесь у меня на руках. Покажу вам, друзья, чем я здесь вчера с лучшей занималась, как вы понимаете, я ее посадила на карантин, вот, в эти две комнаты, потому что здесь можно закрыть дверь, вот, и вчера мы занимались рукоделием, получилась вот такая замечательная подушка с ранами, вернее, наволочка к подушке, она двусторонняя, видите, с одной и с другой стороны, вот такая красота, это хлопок, ниточка хлопковая, и эта подушка, вернее, наволочка, сделана из старого свитера, так что вот не выбрасывайте старые свитера вязаные, можно сделать вот такую красоту. Вот у меня осталось здесь, так, это, это лучший пакетик здесь лежит, потому что у нее здесь стоит ее кормушечки, с питанием, с водичкой, вот она, она ходит за мной по пятам, вот увидела, что я встала, и вот она будет тереться, и вообще не дает мне ступнуть в шагу. Осталась, значит, вот такая горловина, здесь нужно закрыть петельки, и получится такой мини-снут, обожаю такие вещи, надо бы его постирать, но это потом я сделаю, и два вот таких рукава, пока я их, естественно, не выбрасываю, возможно, что-то еще придумаю. В общем, это все то, что осталось от вот этого свитера. Этому свитеру было уже 100 лет в обед, в принципе, его можно носить, он на меня, как бы, нормально, все, но, честно говоря, он мне уже надоел, ему, наверное, больше 10 лет. Ну, а вот подушечка, причем она вписалась в наш интерьер, вот сюда, в эту комнату, буду пользоваться с удовольствием. Это после уборки в шкафу. Я нашла его, и, чтобы не выбрасывать, поскольку вещью не пользуюсь, я вообще, по правилам, нужно бы выбросить эту вещь, которой не пользуешься, чтобы освободить, очистить пространство. Но у меня с этим очень плохо, я очень болезненно расстаюсь со старыми вещами, поэтому вот вчера получилась вот такая замечательная подушечка. Луша, а ты очень-очень хорошо вписалась в интерьер, я тебе хочу сказать. Ну, а сейчас, друзья, расскажу немножко, как появилась эта кошечка у нас дома. 3-го числа мы с Лешиком вышли из дома, Лешик пошел на поезд, а мне нужно было пойти в пункт выдачи Вайлдберрис и забрать там сланцы. Кстати, я вам покажу тоже эти сланцы, очень-очень ими довольна. Мои сланцы, вот она, видите, и вот ко мне возле ног. Возле ног. Вот, она меня не отпускает. Ну, и мы пошли через парк. Леша пошел потом, еще ему нужно было сходить, там, светофор за сигаретами, там есть пункт, стойте мое сладкое. Ну, а я повернула на Вайлдберрис. И вот, когда я повернула и пошла там через парк, я услышала мяуканье. И вот, ругайте меня, я в уму себе, так сказать, про себя подумала, нет, 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 все, 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 хватит, хватит, даже не пойду смотреть. Она пошла, у нас здесь зеркало, и она вот играется с отражением, очень интересно наблюдать. В общем, можно сказать, я убежала от этой встречи, хотя, слышала мяуканье, не стала искать. Пошла в магазин Вайлдберрис, забрала сланцы, сходила в лимак, купила батончик, потом мне нужно было масло, сливочное, думаю, зайду в магнит, там, Авида, продается масло, частенько по акции. Да, действительно, 114 рублей, я всегда беру ни одну пачечку. Вот, и с магнита, ну, давай, прыгай, давай. С магнита я вышла и пошла вот по той березовой аллейке, хотела, вернее, пойти. Да, моя сладкая, я тебя возьму позже на ручки, это она вот на ручки просится. По березовой аллейке, не доходя до этой аллейки, выскочило вот это чудо. И это чудо бежало за мной с такой скоростью, что я вам не могу передать. Она за мной просто летела пулей. Вот. Ну, естественно, сопровождая это все мяуканье. Ну, все, душа моя сжалась, естественно, я ее взяла. Пришли мы домой, я ее покормила первым делом, она как за себя кинула пакетик шебы, причем, там есть, была шеба, Алеша купил ради, ну, попробовать, вот она возле ног и не отпускает мне с овощами. И наши коты отказались от нее. Дала я этой пакетик и она его просто проглотила. Дальше пошли мы в ванну, стали купаться. Это, я думала, она меня изцарапает, нет, она сидела в воде и млела. Накупались мы с ней, высушила я ее феном, она даже жужжание фена не, вообще никак не реагировала. Видимо, вот это тепло, она замерзла, видимо, ночью где-то сидела в кустах или где, не знаю, под машинами может быть. Как она вообще не раздавила ее машина, я не знаю, потому что это центр города. Конечно, это не московская трасса, но, тем не менее, удивительно. Высушила я ее в охапку, за пазуху и пошли мы к Наде. У Нади был вообще аншлаг, просто аншлаг. Я зашла в этот предбанник перед входом в кабинет. Надя, это ветврач, кто не знает. А там полно народу с кошечками, в основном с кошечками, да, все коты были. Одна с капельницей уже сидела и, в общем, там шли две операции. По-моему, кошечки делали две операции. В общем, больше часа мы просидели там, пообщались с людьми. Очень-очень люди ценят нашу Надечку, едут из Ряжска. В общем, я услышала много хороших слов в сторону Нади и в сторону вообще ее деятельности, ее ветклиники, как там все благоустроено, как там красиво, чистенько и все остальное. В общем, Ряжск это где-то километров в стол от нас. Отовсюду едут. Лебедяне едут, я знаю, но лебедян здесь вроде как поближе от нас. В общем, мы дождались, когда Надя нас примет. Ну, я попросила осмотреть, дать противоглистное и посмотреть ушки. И вот, когда Надя стала чистить уши на вот этом столе, так скажем, операционном, весь стол был забросан, что лезло из ушей, я вам передать не могу. Я вообще не понимаю, как там это помещалось вообще, как в этих ушах, это весь стол был черный от этих фекалий ушного клеща. Ну, в общем, закапала уши, дала противоглистное и мы пошли домой. Если честно, друзья, я, ну, что ты, что ты просишь? Да, она на ручки просится. Она просится на ручки. Ну, что ты так? И мы пошли домой. Пришли домой, я ее сначала в ванной закрыла, поставила ей лоточек и пошла заниматься на улицу там делами. Сейчас я вам этот рассказ уже про кошечку расскажу, а дальше выйдем на улицу и покажу, что я сделала. Вот. Прихожу, поставила ей лоточек вот такой с этим наполнителем. Нельзя драть здесь. Нельзя. Нельзя вот здесь драть. Вот. Вот здесь. Давай, покажи, как ты умеешь здесь. Вообще, она очень понятливая. Иди вот сюда, покажу тебе. Покажи, как ты коготки дерешь. Покажи. Покажи. Вот я и показала, она начала там драть. Давай, покажи, как. Как лошадь коготки дерет. Не хочет сейчас показывать. Диван нельзя драть. Буду наказывать. Да, 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 ай-яй-яй. На чем я там остановилась? Вот. Прихожу. Нельзя. 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 Вот здесь можно драть. Вот. Давай, покажи. Вот, покажи, как. Покажи, лучше. Вот эти коврики можешь драть. Кстати, о ковриках, друзья, до сих пор мне идут комментарии, чем вы их чистите. Пылесосом. И вот, скажите, они грязные? По-моему, нет. По-моему, нет. Вот здесь где драть? вот здесь. Да, давай. Вот. Коврики джут вообще самоочищается. Это я потом где-то увидела в каком-то видео. Даже уличные коврики вяжут из джута и их просто стряхивают и все, и они чистые. Это вот такое свойство джута. Вот, что один коврик, вот второй коврик, все коврики чистые. Нельзя диван драть, нельзя! 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 Вот! Да, молодец! Вот здесь можно. Да, 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 вот молодец! Да, молодец! Молодец! Вот она понятливая кошечка, очень понятливая. Да, молодец! Да, там я приклею и все. Не приклею, другой сделаю. Вот она уши чешет, погибают эти клещи. Вот опять мысль убежала. Что-то хотела рассказать. А, и пришла я, пошла работать на улицу, стену там делать. Прихожу, кошечка сходила в туалет, куда надо, в лоточек. То есть, у меня такое впечатление, да, это, наверное, 98%, что она была домашней. Во-первых, она не дикая, я вижу разницу. Вот, вот эти котята от Рыжули, которые родились у нас в сарае, они дикие, они не подпускают, они, ну, дикие. Это ручная полностью, очень общительная такая кошечка, контактная, ласковая, вот, кушать пошла. Она, скорее всего, жила в доме, ее просто выбросили. Вот. В общем, сходила в туалет понос. Ну, это реакция от таблетки, это подыхали глисты, и вот это вот поэтому был понос. На второй день опять понос, я дала ей четвертинку левомицетина. А вот не надо было давать. Потом у нее раздулся живот, видимо, погибали глисты, все это забилось кишечник этими гадами, и она не могла сходить после левомицетина в туалет. Живот был как у беременной. Я такого друзья не видела. Жаль, что я не сняла это, а не снимала я по простой причине. Я уже имела опыт с каркошей, когда показала ее, и девочка не выжила. Вот. Я боялась огласки, я хотела посмотреть на как будет дальше, потому что после этой таблетки от глистов она плохо себя чувствовала. Она целый день лежала, потом вот этот понос, в пол третьего ночи ее вырвало, и в общем я, если честно, перепугалась. Уже был опыт общения с больной вирусной девочкой, которая погибла, поэтому я даже не снимала ничего вообще. Кстати, Аня говорит, мам, так это же реинкарнация каркоши, очень мордашка похожа на каркошу, да, действительно, очень похоже. Но мне кажется, эта кошечка полукровка какая-то, по-моему, здесь помесь с сиамской кошкой. Вот, сутки было нехорошо, она плохо кушала, потом вот этот понос, рвота, это вот интоксикация от глистов была у нее, шла. А на следующий день, через день, все наладилось, животик у нее нормальный стал, она стала ходить в туалет, но я ей давала молока, чтобы ее немножко расслабило. И вот после молока она сразу сходила в туалет, и причем нормально, уже не понос, живот сразу сдулся, на один раз, второй раз, и стало все хорошо. И вот когда это все наладилось у нас с ней, я поняла, что кушает, рвоты больше нет, как бы все нормально. Клещи это все ерунда. Это мы вылечим, все будет хорошо. Кстати, вот лекарство от клещей, это то, что выписала Надя, Дектофорте. У меня к сожалению, ой, не к сожалению, а к радости осталось это от Моньки. Моньку я лечила тоже от клещей, и вот там практически целый пузырек остался, в общем, я не покупала. Так что вот еще будем капать этим лекарством, и я думаю, что все будет хорошо. Да, уже все хорошо, я вижу. Девочка игривая, вот она уже мурчит, к ней только как коснулся, она уже вот мурчит. Так что все хорошо, она кушает, в туалет ходит нормально, водичку пьет, игривая, что она тут вытворяла, и в камин уже сюда слазила, и вот здесь вот я тоже сделала лежанку, это вот на столе, и вот там в окошко она садится на подоконник, там батарея, ей тепло, и там она сидит, в общем, она освоилась полностью, и скорее всего она останется у нас. Я не могу ее отдать, друзья, сначала я просто хотела ее подлечить на передержку, ну и потом пристроить, но она настолько контактная, настолько ласковая и понятливая, что это скорее всего наш шестой ребенок. Вот такие дела. Ладно, заболталась, сейчас выйдем на улицу, покажу наше продвижение на улице. Да, лошечка? Лоша, лоша, она уже отзывается иногда на лошу. Так, трясем еще, трясем ушками, но ничего, это уже фигня. Пока мы выходим на улицу, сразу продемонстрирую я вам удобство нашего крылечка. Столько было комментариев, причем таких, которым мое крылечко не понравилось, что оно неудобное. Вот демонстрирую. Вот выход из дома. Как вы видите, это вот корм стоит для дымаря здесь. Как вы видите, уровень пола дома и крыльца одинаковые. Я выхожу сразу на крыльцо. Мне не надо искать там ступеньку, как у нас, когда стояла шпала, я вот так искала, щупала. И том, ни разу не упали. Вот я выхожу, я держусь вот здесь за ручку. Ручка у меня от двери служит как перила. Я в безопасности. Вот я вышла, развернулась и закрыла дверь. Все, друзья. Это я вот вчера ходила, купила коврики и посадила на титан, чтобы их не уносила. И теперь это еще противоскользящий коврик. Здесь положила плитки, но уже прилипло. Сейчас я вам покажу, как это красиво смотрится, коричневый цвет как раз под дверь под нашу. Все, коврик не скользит. А то писали, зимой упадете, перила. Зачем мне нужны перила? Вот я подхожу, сейчас другую руку возьму, вот я подхожу к двери. Вот я открываю дверь, я стою, друзья, вот здесь, не на ступеньке, я стою на ну так скажем на земле, на тротуаре. Открываю дверь и пошло движение, все, теперь я захожу, держась вот здесь за ручку. Все, никакой опасности здесь нет. Понимаете? Потом писали, это крылечко у вас развалится, идите лучше лепите пельмени. Ну типа не занимайтесь мужской работой, идите на кухню. Вы знаете, мне вас прям хотелось, захотелось пригласить в гости, дать вам кувалду в руку, и чтобы вы вот эту конструкцию разбили. Просто вот кувалдой, если вам так кажется, что это очень хлипкая конструкция. Клей застыл. Поребрик здесь выполняет роль не поребрика, держащего дорогу или плитку, а роль конструктора для не очень большой нагрузки. Вы мне там пишите, поребрик закапывается в землю, укрепляется бетоном, да, все правильно, вот он у нас тоже, закопан в землю, укреплен бетоном, но здесь поребрик играет роль, держащий вот этот фиксатор плитки, фиксирует плитку при пучении весенне-осеннем, весенне-зимнем, вернее, грунта, чтобы плитка не плыла, а здесь поребрик играет роль просто как стройматериал для крылечка, один поребрик весит 37 килограмм, понимаете, и на клею, и что, посмотрите, посмотрите вообще вот, вот эту конструкцию, она стоит на плитке, плитка лежит на шикарнейшей подушке, щебень, песок, сыпучая смесь, о чем вы вообще, друзья, сделайте шире, да вот как раз-то и шире, если бы здесь было крыльцо шире, вот потом ловить вот эту ступеньку, отступив от двери, какое-то расстояние, вот это-то и опасно как раз, а здесь все хорошо, здесь вообще соблюдены все правила безопасности, тем более вот с этими ковриками, коврик теперь прилип, все, да, прихватил, я вот здесь вот с той стороны прихватила его на титан, поскольку это травка, она легкая, ветром может сдувать, вот, а там теперь держится, все нормально, все, все, отлично, здесь у меня свободно, посмотрите, какая свобода, а представьте, шире бы крыльцо, вот здесь вот ходить по вот этим двум плиточкам вот здесь, если бы крылечко было сюда, если бы шире сделать вот эту платформу, зачем, вот спрашивается, зачем, вот тогда-то как раз и опасно все это бы было, вы, друзья, делайте как хотите, вот как хотите у себя делайте, широкие там, с перилами и все остальное, нам очень нравится и нам очень удобно, вот здесь будет, будут стоять вот тот набор, от Икеи, вот здесь вот будет столик полукруглый, который можно откинуть, поставить, здесь будет два стула, и мне здесь широко идти, провести тачку с грузом и так далее, не спотыкаться, пусть это будет не крылечко, пусть это будут называться ступени, если вам так удобно, ступени в дом, очень удобные ступени, так, ладно, это вот я немножко ответила на очень множество комментариев, которые писали, что неудобно, что развалится, что опасно, что зимой вообще скользко, мы по шпале ходили и ни разу за два года не упали, а тут-то, я вас умоляю, так, ладно, теперь давайте покажу, что мы здесь с Лешиком понатворили, здесь закрыта теперь соседская стена некрасивая и это еще не окончательный результат, и эта стена сделана опять из поребриков, только не пишите мне, что она завалится, не пишите, пожалуйста, вот это вот все, это поребрики, стоят один на одном, и потом оштукатуренные, Лешик установил мне, так скажем, фундамент, то есть первый поребрик по уровню, самое сложное сделал, и времени естественно не хватило, на следующий день я дальше самостоятельно уже городила эту стену, соблюдая, конечно, принцип кирпича, то есть в разбежку для крепости, поставила я эту стену, там пустота, вот сейчас вам покажу, вот соседская стена из пеноблоков, и чтобы стена эта не давила на нашу стену, и не, так скажем, не наклоняла нашу вот эту конструкцию, мы здесь сделали пустоту, отступили немножко от соседской стены, и сделали вот такую стену из поребриков, на эту стену я потом положила плитку, здесь все по уровню сделала, на бетон положила, там, по уровню щебень подкладывала, в общем, она тоже мертва здесь все стоит, единственное, вот здесь нету плитки, потому что здесь нужно болгаркой выпилить, и потом положить сюда плитку, это Лешик приедет, и вот это вот все закроется, вот, а здесь вот торец тоже я сделала из плиточки, то есть на клей посадила плитку, плитка на плитку, все закрылось, получилась практически барная стойка от Икея, но это еще не конечный результат, эта стена будет декорироваться рейками, типа как, ну, я не знаю, ну, вот так, рейками будут, будут тут рейки, там будет вот так низкий заборчик тоже из рейок, то есть вот получится вот так буквой Г очередная зона отдыха, здесь стоит уже стул, я сидела здесь непродолжительное время, и вот туда, когда закат красивый, очень красиво здесь сидеть, порелаксировать, в общем, хороший вид вечером на закат, вот, останется положить вот здесь поребрик, в этом году мы это успеем сделать, и вот здесь вот доложить плиточку, тоже вырезать, вот это уже не знаем, уже холодает, друзья, здесь доложить, и здесь, вот, четыре поребрика стоит, один из них распиленный, вот, это вот как раз вот для вот этой стороны, вчера или когда, позавчера, я покрасила вот эти столбы, они были ржавые, белого цвета, поперечины тоже, и как-то теперь уже смотрится совершенно все по-другому, закрылась некрасивая вот эта стена, появилась барная стойка, там можно, кстати, поставить чашку, релаксируя на закат, можно поставить здесь зонтик, столик, да все, что угодно, диван, скамейку, вот сюда я планирую сделать шпалеру, и как раз можно сюда поставить кашпо, я уже знаю приблизительно из чего их сделать, посадить вьющиеся растения, это все закроется, и будет вообще бомбическая очередная зона отдыха, так что вот чем я занималась буквально вот вчера, позавчера, нет, вчера я уже холодно было, позавчера, наверное, позавчера я посадила чеснок, успела, потеплышку, солнышко было, сделала вот эту вот стену, сделала эту барную стойку, и все, красота, здесь теперь тоже у нас порядочек, в общем, в этом году, друзья, мы выполнили программу максимум, теперь есть уже ступени с противоскользящими ковриками, весь двор в плиточке, очень удобно ходить, скоро уже надо будет убирать, да уже пора убирать вот эту мебель, уже холодно, все, к зиме готовы, отмостка сделана, отливы водостоки сделаны, парковка сделана, в общем, очень-очень много в этом году мы успели, а вот эти вот хризантемы хочу посадить за забором, начинают цвести летом и до поздней осени, я так поняла, они размножаются семенами, вот они эти семена, и они уже начинают вытеснять вот эти юки, немножко буду там выкапывать, пересаживать, потому что юку я тоже хочу, чтобы ей было хорошо, да, что еще, батарея садится, надо будет мне заканчивать, газон тоже, здесь тоже все в плиточке, красота, смотрите, как зашла моя травка, здесь уже полюшка, все зеленое, все прям впритык, впритык мы вышли в ноль, вот осталось песок, посмотрите, какая жменька, да, и вот столько щебня, щебень пригодится нам для установки столбов, ну а песок там совсем чуть-чуть, это вот засыпать в плитку, которую можно еще уложить, а столбой это вот здесь вот будет заборчик невысокий, ну и там, где я вам говорила, тоже заборчик, вот пригодится щебень, думаю, что хватит, и по стройматериалам мы практически вышли в ноль, ладно, видео уже наверное затягивается, я вас всех обнимаю, всех люблю, и до новых встреч, с вами была Елена Ситникова, пока-пока, субтитры подогнал «Симон» «Симон» субтитры подогнал «Симон» «Симон»